Приветствуем вас! С вами снова команда EtherCode Innovation – те, кто делает технологии доступными, а возможности реальными. В этом видео я покажу вам пошаговый процесс создания Honeypot токена в сети Solana, а также расскажу, как разместить его на самой популярной децентрализованной бирже Radium. Для начала нам необходимо установить программное обеспечение для дальнейшей работы. Перейдите на сайт nodejs.org и скачайте установщик. Оставьте все по умолчанию при установке. После установки обязательно перезагрузите компьютер. Теперь нам необходимо скачать Visual Studio Code для работы со скриптом Honeypot, где мы будем замораживать покупателей. Перейдите на сайт Visual Studio Code и установите среду разработки. При установке оставьте все по умолчанию. Работать мы будем в самом популярном для сети Solana кошельке – Phantom. Для его скачивания перейдите на сайт phantom.app, выберите свой браузер и установите расширение кошелька. Теперь зарегистрируйте кошелек. Обязательно сохраните секретную фразу. На кошельке вам будет необходимо зарезервировать не менее 0,5 Solana. Это потребуется для оплаты комиссии при создании токена и также комиссии добавления ликвидности на Radio. Для дальнейшей работы со скриптом нам необходимо будет заранее создать конечную точку Solana RPC. Для этого перейдите на сайт helios.dev, нажмите Start for free, зарегистрируйте учетную запись с помощью учетной записи Google. Выберите бесплатную версию. После входа слева в меню нажмите конечные точки. Скопируйте сгенерированный URL RPC и сохраните его. Позже мы им воспользуемся при настройке скрипта. Токен мы создадим с помощью сайта CoinFactory в автоматизированном режиме. Для этого перейдите на сайт coinfactory.app. Установите соединение кошелька с сайтом. Далее нажмите Создать токен. Выберите Создать токен в сети Solana. Теперь придумайте полное название токена. В моем случае это будет MemeBitcoin. Сокращенное название MBTC. Введите количество токенов, которые вы хотите выпустить, например, миллион. Загрузите логотип для своего токена. Это может быть любым изображением. Вы можете указать описание своего токена и ввести необходимые теги. Из дополнительных настроек не обязательно что-либо активировать. Но ни в коем случае нельзя отзывать права заморозки Freeze Authority. Для того, чтобы мы далее смогли воспользоваться нашим скриптом и заморозить покупателей. После настроек токена нажмите Создать токен и подтвердите всплывающую транзакцию в своем кошельке. После успешного создания токена у вас должна отобразиться информация о токене. Здесь же будет показан адрес токена, который понадобится нам далее для настройки скрипта. Вы можете посмотреть информацию о своем токене на soulscan.io. Для этого вставьте скопированный адрес токена в поисковую строку soulscan. Здесь отобразятся все данные о вашем токене. Radium – это самая популярная децентрализованная биржа для торговли токенами в сети Solana. Для размещения на ней нашего токена нам необходимо добавить ликвидность. Для этого перейдите на сайт radium.io. Установите соединение кошелька с сайтом. Далее перейдите в раздел Liquidity. Нажмите Create. Выберите стандарт AMM. Это самый простой способ добавления ликвидности. Установите пары токенов. Базовый токен оставьте Solana. С помощью него люди будут покупать ваш токен. Далее нажмите на Quad Token. Ставьте адрес своего токена. Теперь введите сокращенное и полное название токена, такое же, какое вы указали при создании токена. Теперь выберите, сколько ликвидности вы хотите добавить. Введите количество Solana, который обеспечит начальную ликвидность вашего токена. Чем больше Solana вы добавите, тем более привлекательнее и обеспеченнее будет выглядеть токен для потенциального покупателя. Покупатель будет видеть всю историю торгов и понимать, что никто не окажет сильного влияния на цену токена, так как изначально была добавлена хорошая ликвидность. Далее введите количество своих токенов, которые вы хотите добавить в пул ликвидности. Нажмите «Инициировать пул ликвидности» и подтвердите всплывающую транзакцию в своем кошельке. Помните о том, что Radium за добавление ликвидности взимает 0,2 Солана комиссион. После успешного создания пул ликвидности вам отобразится адрес созданного пул ликвидности. Теперь токен доступен для покупки и продажи на Radium. Вы можете, к примеру, перейти на dextools.io, вставить адрес своего токена в поисковую строку и смотреть всю историю торгов и другую полезную информацию о токене. Теперь нам необходимо подготовить скрипт для заморозки покупателей. Для этого перейдите на рабочий стол. Создайте новую папку с любым именем, например, скрипт «фриз». Теперь запустите ранее установленный Visual Studio Code. Нажмите «Файл» в верхней строке меню. Затем нажмите «Открыть папку» и выберите папку, которую вы только что создали на рабочем столе. Теперь нажмите «Новый файл» и назовите файл «фриз.js». Затем нажмите «Enter». Нажмите «Новый файл» еще раз и назовите его «config.json». Еще раз нажмите «Новый файл» и назовите его «package.json». Теперь нажмите «Новая папка». Назовите папку «Data» и нажмите «Enter». Щелкните правой кнопкой мыши на папку «Data» и нажмите «Новый файл». Назовите новый файл «tec.config.json» и нажмите «Enter». У вас должна получиться структура, которая выглядит примерно так. Теперь перейдите на наш сайт по ссылке в описании на страницу с четырьмя фрагментами кода. На данной странице будет помечено, какой код относится к какому файлу. Нам необходимо просто скопировать каждый из фрагментов кода и вставить в необходимый файл, созданный в Visual Studio Code. После всего необходимо сохранить все. Для этого нажмите «Файл» и далее «Save All». Теперь нам необходимо установить зависимости. Для этого нажмите «View» и откройте терминал. В терминале введите команду «npm-i» и нажмите «Enter». При успешной установке зависимости у вас должно высветиться примерно такое сообщение. Однако часто на этом этапе при установке зависимости возникает ошибка. Для ее решения вам необходимо будет открыть PowerShell от имени администратора, далее ввести команду «Set Execution Policy Remote Signed». После этого введите «A» и нажмите «Enter». После этого действия предыдущая ошибка исправится и вы сможете установить все зависимости в Visual Studio Code, просто введя команду «npm-i» в терминал. Теперь нам осталось последнее действие перед тем, как мы сможем запустить Honeypot скрипт для заморозки покупателей. Для этого откройте Visual Studio Code, перейдите в файл config.json. Нам необходимо заменить все на реальные данные. В строку «Private Key» необходимо вставить приватный ключ Солана. Для его получения перейдите в кошелек «Фантом» и получите приватный ключ. Скопируйте приватный ключ. После этого вставьте в строку «Private Key». В строку «RPC endpoint» необходимо вставить ранее полученный RPC URL от Helios. Для этого перейдите на сайт helios.dev и скопируйте ранее полученный RPC URL. Теперь вставьте его в строку «RPC endpoint». В строку «Mint address» нам необходимо вставить адрес ранее созданного токена. Файл настроен, теперь нужно обязательно сохранить все. Для этого нажмите «Файл» и далее «Save». Остальные поля вы можете не трогать. Однако, например, в строку «Whitelist» вы можете добавить кошельки, которые не будут замораживаться, и после запуска скрипта все еще смогут продавать токены. «Freeze Threshold 0» — это значит заморозить покупателей, даже если у них всего один токен. «Freeze Delay 0» — это значит подождать 0 секунд, чтобы заморозить нескольких покупателей. «Timeout 180» — это означает, что скрипт автоматически прекратит замораживать кошельки через 3 часа. Вы можете увеличить время работы скрипта, просто поменяв значение. Стоит отметить, что все покупатели, которые были заморожены за время работы скрипта, не подлежат разморозке и больше никогда не смогут продать купленные токены. Перед запуском Honeypot скрипта мы протестируем покупку и продажу токена с нового кошелька. Для этого перейдем на Radium и пробуем купить, а затем продать токен. Как вы видите, мы смогли успешно купить и продать токен. Теперь для активации Honeypot режима перейдите в Visual Studio Code, затем откройте терминал. В терминале введите команду nodefreeze.js и нажмите Enter. После этого в терминале высветится приветственное сообщение и различная информация. На протяжении всего времени работы скрипта новые покупатели будут автоматически замораживаться. Также текущие держатели токенов больше не смогут продавать ваш токен. В любой момент времени вы можете остановить работу скрипта, просто нажав на терминал и введя на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl-C. Теперь мы попробуем протестировать покупку и продажу токена с нового кошелька Phantom. Как вы видите, мы успешно смогли купить токен, но продать его больше не предоставляется возможным. Помните о том, что кошелек, с которого вы выпустили токены, автоматически попадает в white list и не подлежит заморозке. Вот данный кошелек, который только что был заморожен. Все замороженные кошельки будут отображаться в терминале до окончания работы скрипта. Скрипт можно запускать повторно неограниченное количество раз. После успешного запуска Honeypot токена вы можете вывести всю ликвидность. Для этого перейдите на сайт Radium, далее откройте раздел «Портфолио», пролистните вниз до «Моей позиции» и нажмите «Стандартные». Здесь отобразится ранее созданный пул ликвидности. Нажмите кнопку «Минус». Выберите сумму ликвидности, которую вы хотите вывести, от 0 до 100%. Нажмите «Удалить ликвидность» и подтвердите транзакцию в Phantom. Как вы можете видеть, вся ранее добавленная ликвидность, а также деньги покупателей добавятся в ваш кошелек вместе с остатками вашего токена в пуле ликвидности. По любым вопросам пишите нам в Telegram EtherCode Innovation. В ближайшее время мы собираемся запустить отдельный проект. Возможно, получится поработать именно с вами, если мы сможем заинтересовать друг друга. Также пишите нам в Telegram, если вы хотите заказать индивидуальный скрипт сети Solana с необходимым для вас функционалом. Мы разбираем все, что угодно в соответствии с вашим техническим заданием.